так друзья всем привет сегодня я нахожусь норвежском городе небольшом по нашим меркам деревня вот тут есть дилерский центр пальцваген и сегодня мы будем смотреть новый тегуан я думаю что здесь он есть сто процентов в отличие от нас так что давайте вместе посмотрим на новый тегуан погнали вот кстати не в эрлайне смотрите попроще комплектация r17 r17 уже . смотрится то есть простая с простым рулем с привык простым приборной панелью и салона все то же самое в практически только другая приборная панель досмотрите приборная панель то есть премиум плюс просто не жидкокристаллическая навигационная система тоже ручка кпп все пластик тот же то есть ничего хуже не стало место кожи ткань ну ткань стандартная для фольца в принципе для именно для качества тегуана вот с этой с белой строчкой но все четко вот обычный потолок вот все те же моменты что и там кстати светодиодные остались ничего не грубо говоря не зажали также все сделано осталось светодиодное сидение все то же самое только видите только все из выполнены из ткани убраны цветы ирлайн а так все то же самое ведь то есть нету что платишь самое дорогое под стаканчик вот нажимаешь сюда оп выскакивает вот нажимаешь выскакивает классно сделано чтоб не мешался все только то только мид делка не менее шикарная вот здесь как бы ниша такая да то это же тоже бесключевой доступ я так понимаю стандартно для теги стала вот здесь у нас уэсби аукс также есть изди вход вот но охлаждение перчаточного ящика все все тоже самое идет климат-контроль то есть можете включить приборная панель стандартная в принципе видите да вот но вот светодиоды все горят нормальная комплекта что кстати вот очень большой вот это тут как как стакан какой-то такой сиденье нравится сиденье удобно так из поддержка не знаю что за 10 же они стали сюда ставить но вызывает вопрос стать его даже в этой комплектации есть подрулевые лепестки если видите потом руль другой но тоже количество кнопок все то же самое осталось другая обшивка руля и количество кнопок такое другая подушка то есть вот салон когда простой отличается вот кстати вот эта фигня по переключению шайба активные амортизаторы а вот что он дает когда переключаешь интересный автомобиль согласитесь тут отопитель уже в штате идет подлокотник можно выдвигать вот так мало того что он по высоте регулируется такого еще можно вот так вот двигать вот зеркало вроде маленькая видно все то же самое вот здесь сферическая маленькая вот это зеркало заднего вида без контуров очень классно смотрится обратите внимание давайте посмотрим сколько стоит эта комплектация кстати хотел вам показать смотреть подсветка в пороге гаснет загорается а нет я вам наврал и есть подсветка ног подсветка багажника есть автомат есть просто закрытием ага а а а а а а а а а и а а и и а и а передние лакера пластиковые а задние я так понимаю сделаны войлочные а задние войлочные тормоза одинаковые только диски другие на 17 да, порог светится видите, да? а в аэрлайне интересно порог светится или нет? он просто, наверное, сел вот здесь вот тоже, да, подсветка аэрлайна тоже есть вот так вот но аэрлайн, согласитесь, побогаче, да? вообще офигенно а вот ценники то есть можно начинается цена от трехсот двадцати семи тысяч это примерно умножьте на семь, на восемь, короче вот такой ценник это переднеприводный а фоу-моушен начинается от четырехста тысяч дизельный вот который в этой комплектации аэрлайн так, значит TDI у нас получается сто пятьдесят и сто девяносто лошадиных сил это самая дорогая комплектация за шестьсот тысяч крон а, и тут двигатель, кстати, не самый мощный стоит T-150 вы видели когда-нибудь E-Golf? вот, можете посмотреть что такое E-Golf тоже след фарами вот же Т-Е, который через розетку заряжается как он? смотрите, кстати, Alltrack какой объем они загрузили у него для демонстрации там большая собачка ездит, наверное кстати, хотел вас обратить внимание вот на такую фигню что, смотрите, вот немаленький, в принципе, размер 235 на 50 на 50 R19 на Тигуане стоит и это не самый большой размер да, то есть можно ставить 20 и вот сколько места там в арках то есть он там не занимает все колесо, всю арку то есть у вас поле для маневра все-таки остается то есть это очень хорошо поправлю смотрите, кстати, как зеркала складываются в притык то есть не просто какая-то имитация они реально то есть в один уровень потому что лопухи, в принципе, они хоть и острые но выпирают а вот пакет уже не R-Line не покрашенный а обычный сделана, видите, такая практичная накладка черного цвета в принципе, такие же были и на предыдущем Тигуане то есть, вот лично мне вот это всегда нравилось и нижняя часть тоже смотрите вот как все сделано круто ну такой вот, короче, Volkswagen Tiguan лично, на мой взгляд, автомобиль стал выше уровнем он стал больше, как внешне, так и внутри очень много места добавилось именно для задних пассажиров багажник практически не изменился вот самая богатая комплектация, конечно, это просто бомба я думаю и... ну, естественно, он стал дороже причем стал дороже очень сильно так что смотрите, решайте сами и думайте для себя в будущем когда он появится у нас в России стоит ли покупать автомобиль или нет ну, всем пока с вами из Норвегии был Акер Механик до новых встреч у нас есть а в в в я